всех приветствую братья на канале разума на канале здраво на канале смысл с вами дмитрий вайс сегодня я расскажу про фильм фильм называется вышка 2022 года довольно таки новый фильм и я хочу сделать на него рецензию смотрел я значит этот фильм и мне он в принципе вызвал противоречивые чувства с одной стороны это знаете фильм выполнен в духе такого камерного триллера в духе одного героя типа как погребенный заживо или 127 часов кто смотрел такие фильмы выживания они довольно круто сделаны и держит напряжение весь фильм и действительно захватывает дух действительно это удивляет тебя в каком-то смысле действительно удивляют вот этот фильм исходя из завязки пришел к этому в принципе жанру да сейчас будут спойлеры чтобы вы не думали и вот две молодые девчонки которых друг погибает скалолазание они занимаются все скалолазанием у них погибает друг он срывается после чего они решили как бы в его честь память найти самую большую вышку залезть на нее и развить его прах в дань памяти значит вот эти две веселые девчонки там инстаграмщицы типичные такие современные вот эти вот скажите телочки так называемые да там селфи постоянно делают там что-то снимают что-то там инстаграме от ну вроде наблюдаешь изначально даже никакого это никакой не симпатии к ним не вызывает но лично меня почему-то да такие наоборот даже какое-то отторжение вызывает что как бы ну такие вроде ничего в головах у них особо нет просто просто вот так вот да и ты поначалу к ним не проникаешься никакой эмпати ничего но это только начало у меня кстати практически до конца фильма это чувство таки оставалось потом второй момент который хотелось бы отметить второй момент это дикие несостыковки сейчас тоже будут спойлер это дикие какие-то файлы за которые вот они цепляются и ты просто сидишь и такой думаешь вот-то факт типа как этому ну типа это ну это вообще вот у тебя просто ты хочешь себе просто фейспалм сделать и все просто они выполняют то зачем ради чего пришли на эту вышку после чего естественно у них случается непредсказуемая ситуация обрывается лестница подруга и кое-как удерживать одной рукой и случайно зацепляет вытаскивать они спасаются они выживают но теперь у них нету скажем лестницы и доступа чтобы спуститься конечно соответственно телефоны не ловят вот тут вот самое главное вдумайтесь до вышка там сколько 500 метров не ловит телефон ну это как бы сразу да ты думаешь ну типа чего ну ладно ну сценаристом нужно было нагонять интригу хорошо пусть телефон не ловит на вышке бокс не потом они начинают кого-то искать звать на помощь выйти в интернет как-то найти связь как-то что-то придумать найти соответственно помощь там что принципе вполне логично чтобы как-то вылезть но у них ничего не получается они решают спустить телефон чтобы он поймал связь это вообще глупость какая-то несусветная но окей они решают выгиб на телефон он в итоге разбивается ничего не получается и чувак мимо проходящий случайно их конечно же не замечает что они там кричат потом они находят огни огонь пушечный выстрел для привлечения внимания для сигнала соус они стреляют опять же их никто не замечает то есть просто вот такая вот череда неудач потом соответственно происходит ночь происходит буря происходит ужасные вещи катаклизмы ветер на вышка сами понимаете ржавая старая вышка им тяжело им тяжело они пытаются как-то выжить пытаются спасти спуститься у них там падает рюкзак что-то ну режиссер придумывает планы и снято очень круто в некоторых моментах ты реально понимаешь за фэйспаун типа это как вообще это как то есть потом девушка спускается на веревку внизу там антенны она добывает рюкзак с водой там какие-то еще у оставались вещи отправляет наверх а потом вот тут момент то есть переломный типа ее вытаскивает наверх ее подруга вообще задумаешься как они по комплекте абсолютно разные как подруга которая ту девушку которая тяжелее она не может вытащить но потом дальше мы понимаем что дальше мы все вскроем потом соответственно она пытается с помощью дрона вызвать помощь напишет записку отправляет в ближайшие точку там дислокации кафе и там проезжает грузовик и как вы понимаете опять ничего не получается просто удача не на их стороне на ее стороне как оказалось да она придумывает в том счет там дикую дичь зарядить телефон от лампочки и что-то такие вещи ты просто сидишь и думаешь да это вообще это как ты такого можно додуматься самом деле какой-то момент и даже понимаешь этот фильм он где-то даже выигрывает в плане от всех этих камерных фильмов и начинаешь понимать что допустим тоже погребенный заживо что у него там он лежал в гробу весь фильм типа его закрыли и у него там что произошло кончился бензин зажигалки что-то змея напала какие-то звонки там кто-то его ищет не ищет ну короче атмосфера туда-сюда не непонятно здесь же конечно с этим все получше потому что здесь вот такое вот сюжет события плюс классная съемка с коптера постоянно 360 он облетает действительно чувствуешь качественно всю эту высоту и все это вот с четкая оператора это круто щетки сценарного момента и конечно есть какие-то косяки но ты понимаешь какой-то момент что тебя не остается просто принять что это сказка это блин реально сказка ну как в это поверить невозможно на самом деле и потом происходит собственно саспенс да вот этот перелом момент которого я лично конечно не ожидал и я прифигел что на такое пошли сценаристы саспенс заключался в том опять же будет спойлер еще раз повторюсь кто-то может не понял если хотите посмотреть лучше посмотрите саспенс заключается в том что вторая девушка погибла и под девушка которая справа она выживает сама на этой вышке несколько дней и вот это действительно вгоняет в такую немножко тебя отрезвляет ты весь фильм бил себя фейс по может это было специально окей типа они весь фильм выстраивают как будто как дурацкую глупость чтобы в конце выдать смотри второй девушки никакой уже нету она умерла она умерла упала разбилась и и склевали вороны и вот этот момент тебя действительно захватывает вот за это можно сказать отдельное спасибо сценаристу реально я со внутри меня захватила дух когда узнал этот момент это даже меня больше это вдохновило чем когда смотрел подобного фильмы типа там фильм грязь фильм бойцовский клуб все фильмы про шизофрению раздвоение личности они меня так не отрезвляли не вот не будоражили как вот этот момент это это прям радовало радовало вот какая-то вот нотка того что этот фильм все-таки кайфовый мне в конце показалось да соответственно это очень драматургично очень эмоционально актрисы вот только здесь они начали действительно играть на этом самом моменте когда они отыграли там ну гримеры постарались тоже соответственно она узнаешь да ее подруга умерла как бы то ни было печально она одна осталась на вышке она выживает выживает с этим рюкзаком на последние там проценты батареи смотрит ролики отправляет сообщение отцу это да вызывает уважение потом она ловит птицу съедает гриффина или орел и не знаю правильно потом она спускается зал вот тут тоже странный момент она спускается вниз к трупу своей подруги засовывать туда внутрь телефон и сбрасывает его вниз чтобы принялось сообщение да вернее отправилась ее отцу и пришла помощь это вообще тоже такой какой-то момент ну а как это вообще работает то есть вышки связь спутник то есть ну понятно же что чтобы связь ловила нужно забраться повыше здесь видимо вселенная работает обратно и чтобы связь ловила нужно спуститься поглубже в землю быть поближе к земле ну как-то так ну ладно можно закрыть на это глаза в принципе в принципе и понять что фильм вполне не так уж и плохо он даже хорош в конце какой-то момент да вот это вот нотка нотка слезы вот это можно так называть она пытается в тебе проникнуть пробудиться да да действительно понимаешь девушка молодец она выживает несмотря на смерть подруги я думаю мало бы кто действительно оказавшись в такой глупейшей ситуации смог бы себе так показать это достойно уважения очень достойно уважения соответственно потом хэппи энд по канонам голливуда приезжает отец крики эмоции слезы соответственно потом они обнимаются все круто хэппи энд понимаете да как бы там машины пледы вот эти вот короче полицейские это все по канонам но самое главное они молодцы в том плане что действительно пробудили человечность хотя поначалу это было абсолютно абсолютно наоборот казалось ну в этом плане можно с фильму поставить твердую твердую наверно даже восемь с десяти да я бы так даже не не пожалел поэтому братья если вам понравилось смотрите фильм фильм очень интересный ставьте свои отзывы пишите комментарии как вы как вы к нему относитесь видели ли вы его с вами был дмитрий вайс до новых встреч братья с вами был дмитрий вайс